Ну что, друзья мои, немножко шумно, сзади меня трасса, но я сегодня пришла в такой красивый весенний день, 25 апреля, в ботанический сад погулять. Посмотрите, как красиво всё здесь расцвело. Что значит будний день, четверг, ни одной живой души. Просто красота. А может там где-то вдали кто-то и будет тусоваться, но на данный момент я тут одна, и это не может не радовать. Ну что, дорогие мои, у меня образовался кошмарный перерыв между моими видео. Я эти пару-тройку дней, мы с Арамом ходили сначала ночью в ущелье реки Роздан. Признаюсь честно, я там никогда пешком не бывала уже в такое закатное. Давайте пойдём по привычной нам тропинке. Такое закатное уже ночное ближе время было очень интересно для меня. И вчера просто ходили, гуляли по всему ущелью, аж до моста Киевского дошли. Ботанический сад я достаточно редко почему-то посещаю в весеннее время. Посмотрите, какая красивая тропинка у меня за спиной. Буду идти назад. Ой, ааа, здесь сирень цветёт. Я помню, по-моему, как раз в прошлом году я здесь была в период буйного цветения сирени. Может быть, в этом году мы тоже замутим кадры, где есть сирень. Я, поскольку подписана на официальную страничку в фейсбуке нашего бот-сада, я периодически обнаруживаю для себя какие-то новшества, которые они здесь делают. Вон там я уже вижу кое-что новое, но я туда пойду потом, когда круголя обойду эту территорию. Последний раз я здесь была осенью прошлой, и там основную дорогу ремонтировали, весь старый асфальт раскурочили и делали что-то новое. Тут то ли в отдельном куске деревянном, то ли внутри старого уже засохшего дерева сделали такое прямоугольное углубление лесная библиотека. И туда можно принести свою книгу, положить, взять книжку, которую оттуда кто-то уже принёс. Посмотрите, как красиво. Вообще супер. Так что я хочу эту штучку найти. Очень красиво сделано. Ой, там тоже белочка. Ты мой сладенький. Я тебя не буду обижать. Какой у тебя хвостик рыженький. Ой, какой ты хороший. Как вылезла из травки. У нас, кстати, уже лето. Вот я уже даже перешла на босоножки, потому что в кроссовках уже сил нету. Можно запариться по-чёрному. Ой, да, вот весной я что-то редко здесь бываю, хотя зря. Да, самое вот такое вот пробуждение природы. Тут одна полянка лучше другой. Прям даже не знаешь, куда пойти. Очень красиво. Каждый раз здесь что-то новое придумывают. И вижу дети, добровольцы, школьники, молодёжь просто рандомная. Постоянно как-то что-то здесь делают, стараются для бот-сада нашего. Новости жизни. Ну, какие новости? Скажем так, образование своё я закончила. Получила диплом специалиста. Вы об этом уже знаете. Видите, я об этом видео радостное снимала. И теперь у меня образовалось три клиентки. Люди готовы менять свою жизнь, работать над собой. И я готова им в этом помочь. Вообще. Ух! Это я не могу не сделать. Одуван. Давайте. Загадываем желание. Какой-то крепкий одуванчик. Ух! Попался. А я активно веду набор на нейрографические сессии. Записываться ко мне можно и через мой имейл. Я его оставлю в описании к этому видео. И через директ на инстаграме. И через мессенджер на фейсбуке. Как вам удобно, где вам удобно. И будем уже договариваться с вами о времени. И цену назову, и всё, и условия. Но так скажу, что в первую очередь, во время первого знакомства, мы с вами обсудим вашу проблематику. Вопрос, который вы хотите проработать. А потом уже будем выбирать алгоритмы, по которым мы будем рисовать. И так далее. Слушайте, по-моему, я... Аааа! Я нашла эту лесную библиотеку. Посмотрите, какая прелесть. Какие молодцы. Вот было старое дерево. Но вместо того, чтобы его выбрасывать, его, во-первых, отшлифовали. Хорошенько. Сделали такую волшебную избушку. Такими лепёшечками. Тоже из дерева сделанными. Вот. Написано. Это парадаран. Это, ну, так дословно переводя, древо-библиотека. И здесь, за стеклом, вот, есть уже книжки. Эту дверцу можно открыть. И ой, здесь какие-то штучки. И детская. Вот. Можно на эти полочки положить книгу. Кто-то, может быть, воспользуется. В следующий раз обязательно с собой принесу то, что может кому-то пригодится. Вообще супер. И тут тоже срубы сделали. Как скамеечки такие. Замечательно! Я её нашла. Столько времени в интернете смотрела. Ой, теперь она уже перед глазами. И пока иду, пока не забыла, расскажу прикольный случай у меня. Пару недель назад в туре случился. Ну, действительно, люди разные бывают. У каждого шиза своя личность. Очень большая группа у меня была. Более 10 человек. И одна женщина была. Причём она такая очень больших размеров была. И в розовое одетая. То есть её не заметить было просто физически невозможно. И, значит, всё нормально. Идём, я всё рассказываю. Поднялись на лестницу каскада. Постепенно уже начали спускаться. Я говорю, рассказываю. И она всё от нас отставала. И старалась как-то всё время рядом со мной поближе держаться. Ой, я вас не слышу, я вас не слышу. Я говорю, ну, давайте идите рядом со мной. Я даже немножко темп замедлила, чтобы она успевала идти. И, короче, спустились. Уже идём вдоль сквера на выход из каскада. Ой, какая прелесть. Вот на секундочку. Давайте послушаем природу. Продолжим. И, значит, вдруг одна из моих туристок оборачивается и говорит, ой, а где вот эта вот женщина в розовом? Я такая, ну, я же не могу каждые пять секунд за взрослыми людьми смотреть. Ну, это же я же не детский сад на тур вывела. И мы такие озираемся по сторонам. А Рам с нами был. И в какой-то момент он говорит, слушай, ты иди дальше. Я её поищу, найду. Если она потерялась, я, значит, её подведу уже к группе. Я же знаю, ты куда идёшь. Я говорю, ну, давай, давай. Не будем терять время. Идём. Уже вышли из каскада. Идём к перекрёстку. Он в какой-то момент подбегает, говорит, слушай, я её не нашёл. Я говорю, слушай, пожалуйста, иди её ещё раз найди. А мы у нас тура начинаются в четыре часа дня, заканчиваются в шесть. Значит, так она и не объявилась. Он ещё раз пошёл, охранников каскада на уши поднял. Внутрь зашёл, снаружи посмотрел. Причём, понимаете, это не тощая какая-то спагеттина такая в бледной одежде, чтобы она затерялась, потерялась. Такое мощное розовое облако. Короче, я уже о ней забыла. Я ей причём звонила. Я ей начала звонить, не отвечает. Пишу, не отвечает. Уже пришла домой, уже восемь вечера. Я сижу у компьютера, жду своего ученика. И тут от неё поступает мне смс с одним словом. Пишет, задерживаюсь. И меня разнесло. Я такая сижу, думаю, блин, это ж надо было, задерживаюсь. То есть, как она представляет, группа должна была её с четырёх часов дня до восьми вечера стоять, там ждать, пока она... Я не знаю, что она там делает. Задерживаюсь. А вот подойти, сказать... Либо две опции. Либо я устала, чувствую, что за вами не успеваю, не хочу, извините, до свидания. Либо там, не знаю, можно мне там в туалет отойти или что-то, что-то. Но вот так вот... Ой, подождите, этот одуванчик вроде просится, чтобы я его сдула. По-моему, он будет хорошо лететь. Дома у нас сейчас такое, не могу сказать, что напряжённое состояние, но, так скажем, близко к напряжённому, потому что у рубашки вообще всего ничего осталось до окончания. Вы птичка! Окончание девятого класса. Всё, он уже переходит в старшую школу, это уже совсем другая школа будет. И экзамены на носу, поэтому мы все в таком напряжении находимся. И школа, самое главное, с английским уклоном. Нам это выгодно, потому что он будет поступать в мой университет в итоге. И мы думаем, что это будет англо-туристическое направление. Там не только англо, вот это существо. Я уверена, что будет ещё и второй иностранный. Но я думаю, что мы всё же испанский выберем, потому что я, как бы, как никто другой, реально могу ему с этим языком помочь. И будет со второго, то ли третьего курса уже профориентация на разные социальные науки, ну вот я думаю, что мы сферу туризма выберем. Туризм и отель-менеджмент. Когда мне начинают говорить, ой, лингвистический вуз, язык – это не специальность. А что специальность? Вот это вот, знаете, эти идиотские стереотипы, когда говорят, мужчина должен на юридическом учиться, в мединституте на экономиста. И что штамповать очередную офисную крысу, которая будет протирать штаны без удовлетворения в жизни от звонка до звонка. Кому это надо? Потом этих юристов-экономистов, как собак нерезанных. Для того, чтобы в этой сфере, особенно юридической, пробиться, надо быть по натуре волчарой. Кстати, здесь, по-моему, я увидела новую абсолютно тропинку сделали. Да, давайте посмотрим. Совсем для меня новое место. А, здесь сделали, расчистили аллею. Её раньше здесь не было такой. Посадили новые деревья. Не знаю, какие, но уже хорошо. У меня сын, ну, не такой он человек. А я не хочу его ломать и заставлять соответствовать каким-то общественным стереотипам, что типа, вот надо так и никак иначе. Ой, смотрите, они сделали срезы из деревьев. И такие оградки сделали. Я видела на фотографии, тут детишки что-то сажали. Insect Hotel. Это отель для насекомых. Конечно, для меня в кавычках любимое место. Но, тем не менее. Посмотрите, видимо, обитат для разных насекомых создали. Из самых разных видов древесины. Там шишки, труха какая-то. Я надеюсь, на меня какая-то тля отсюда не выпрыгнет. Но, тем не менее, штука достаточно занятная и интересная. Там тоже что-то делают, как видите. И тут тоже новая аллейка появилась с свежепосаженными какими-то деревцами. Подождите. Сейчас. Ой, хорошо. Так. Я решила немножечко сделать перерыв. У меня тут я себе купила на перекус первый раз попробовать вот такого вот кроку. Какие-то хрустяшки с шоколадной пастой внутри. И, естественно, для ботанического сада незаменимые мои любимые эти желешки. Очень люблю эту мамбу с фрумиладки, с пиратиками. И еще плюс кофе себе взяла. А что у меня там еще? Ну, сейчас пока кофе не хочу. А вот эту вот... О, у меня здесь и семечки есть. Белочкам на радость. Ну, давайте попробуем что-то за зверь, с чем его едят. Ну, такая вот хрустяшка. Довольно вкусная история. Боже, какой запах. Это фантастика. Просто фантастика. Фантастика просто. А здесь их сколько. И причем только-только сезон, я так поняла. Все никак не могу запомнить название вот этих роскошных цветов. Это просто фантастика. И каждый раз эта фантастика меня в тупик ставит. Не могу никак вспомнить название. Хотя даже если вы мне его напишите, я все равно его не запомню. Вы только сюда посмотрите. Смотрите, куда я захожу. Ой, какая прелесть. Травка какая высокая. Боже, как красиво. Это край, напоминающий рай. Если бы вы знали, как здесь пахнет, вот представьте, сколько вокруг меня сиреней. Ой, какая прелесть просто. Надышаться не можешь. Роскошь. Просто, а, вон там вот видите, еще эту основную дорогу ремонтируют. Так что туда проход закрыт. Но тут, конечно, шикардос. Но зато посмотрите, какая красота вот здесь в травке прячется. Ну-ка, где вы, красотунчики? Вообще супер. Вообще супер. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Все, кто живет в Ереване, все, кто сюда приезжают, Обязательно приходите в Бодсад. Он совершенно недалеко находится от центра города. Не обязательно сюда на такси добираться. Можно спокойно сюда на общественном транспорте приехать. Но я, по вам, честно говоря, очень соскучилась. Бывают какие-то периоды в жизни, когда ни энергии, ни охоты нету. Что-то делать такое. А видео снимать с кислой рожей, ну, вообще не дело. Поэтому лучше редко, но метко. Крысик. Ой, ты сладкий, я тебе не мешаю. Ты кушай, маленький. Ой, какая прелесть, я не могу. Белочка. Ты сладенький какой, я не могу. Слушайте, какая прелесть. Господи, какое-то смешное существо. Что это она там, наша же грибочек, что ли? Ты что жрешь? Эти белочки, они как эти, знаете, как ни в коня корм. Им сколько ни подбрасывай еды, они все равно будут ее лопать. И с этим цветочком... Слушай, ты открытка. Ну, почему я не могу тебя поймать и полюбить? Угу, угу. Жуй, жуй, давай, переваривай. Коленки какие, пузо-то наела, хвост какой. Ой, солнце мое. Такую вот покажу стену. Они сделали все в горшочках с разными комнатными вьющимися растениями такими. И здесь на таком круглом диске с фотографиями написано, кто чей родственник. Вот, папоротник даже есть. Ну, в принципе, все, что у людей в домах на подоконниках обитает. Вот суккуленты мои любимые. Мне с моими разбойниками вообще невозможно такими вещами заниматься, к сожалению. Ну, в общем, всем хорошего настроения, хорошей погоды, тепла, улыбок. И до очень-очень скорой встречи. Пока!